Она доходит до 7 километров, ширина в некоторых местах доходит до 3-4 километров. Самая высокая точка 1077 метров. Это самая высокая точка. Ухуд в основном состоит из красного гранита. Есть, конечно, и другие составы, зеленоватый гранит, но в основной своей массе она красный гранит. Она богата полезными ископаемыми, но не в этом ценность Ухуда. Рок Саула Лев Исалям говорит про Ухуд. Ухуд – гора, которая любит нас и которого любим мы. Ухуд, Рок Саула Лев Исалям в своем хадисе говорит, что это гора из рая. Рок Саула Лев Исалям во многих своих хадисах, чтобы объяснить Аджир за определенное содеянное действие, например, за джаназа, он говорит, она равняется, как будто бы ты взял Аджир, равное Ухуду. Кто помолился за джаназы намаз, кто остался, пока его не похоронят, ему второй Ухуд. То есть Ухуд – это не просто гора, это ценная гора для мусульман. Почему? Потому что она нас любит, и мы его, иншаллах, тоже должны любить. Но мы сюда пришли не для того, чтобы рассказать про Ухуд. Здесь в третьем году в Хиджри произошло большое сражение. Второе самое крупное сражение в истории ислама после Хиджри, после Бадра. Когда Курайшиты проиграли во время Бадра, они решили отомстить. И главари Курайшитов пришли к Абу Суфьяну, чтобы он им предоставил деньги, которые были вложены в их караваны. Чтобы на эти деньги собрать войска и отомстить пророку Саула Лев Исалям и мусульманам. Абу Суфьян согласился, выдал им все эти деньги. Они наняли из разных племен наемников, сами собрали то, что смогли собрать. И численностью 3000 человек двинулись в сторону Медины. Пророк Саула Лев Исалям узнал об этом, что Курайшиты собрали войска и идут в Медину. Он собрал главных, скажем так, сподвижников, с которыми он постоянно советовался, чтобы обсудить вопрос, как быть, как защищаться. Пророк Саула Лев Исалям хотел остаться внутри Медины, защищаться Мединой. И послушав мнение сподвижников, основная часть молодежи хотела выйти наружу и уже снаружи воевать вместе с Курайшитами, а не сидеть внутри города. Пророк Саула Лев Исалям, когда увидел, что основная масса сподвижников хотят выйти, он зашел к себе приготовиться, одеть кольчугу. И в это время старшие сподвижники сказали молодым, что они как будто бы заставляют пророка Саула Лев Исалям делать то, чего он не хочет. Тогда молодые, одумавшись, когда пророк Саула Лев Исалям вышел, ему высказали свое мнение, что они не против остаться в городе, если того хочет пророк Саула Лев Исалям. Но пророк Саула Лев Исалям ответил, что не подобает пророку после того, как он одел кольчугу, снимать его, пока не произойдет битва. И пророк Саула Лев Исалям с войсками вышел за пределы Медины. Они пришли вот на это место, пока они доходили до Судова. Одна третья часть войск во главе с главным лицемером откололся от общего войск мусульман и вернулись обратно. То есть тысячное войско мусульман, одна третья часть, больше трехсот с лишним человек, они откололись от пророка Саула Лев Исалям. Пророк Саула Лев Исалям установил свои войска вот на этом месте. Примерно чуть выше этой мечети. Хурайшиты пришли с той стороны. То есть вот эта вся равнина, которую мы видим, и вот этот канал, этот канал был и в то время. Там после больших дождей всегда шла вода, это был канал для воды. А вся то, что за ним, это были сады. То есть с той стороны хурайшиты зайти не могли. Оставался только маленький промежуток дороги, вот это то, что у подножия этой горы, через которую они могли бы зайти с тылу. Но пророк Саула Лев Исалям это все предусмотрел и установил вот на этом месте 50 человек. 50 человек во главе с Абдулла Ибин Джубейр. И сказал им, то есть они все лучники. Установил здесь лучников, чтобы хурайшиты не зашли с тылу. Пророк Саула Лев Исалям им жестко сказал, чтобы они ни в коем случае не покидали свое место, пока пророк Саула Лев Исалям не даст разрешение. Если даже вы увидите, что наши тела клюют птицей, не покидайте свое место, пока я вам не дам разрешение. 50 человек установили здесь, лучники. Пророк Саула Лев Исалям вместе с войсками, вот на этом месте, хурайшиты ударили. То есть у хурайшитов войска разделены на три части. С правой и с левой стороны конница посередине основные войска. Конница с правой и с левой стороны во главе одного Икрыма Ибин Абиджахиль, во главе другого, который с правой стороны, Халид Ибин Уалид. Халид Ибин Уалид со своей конницей и Икрыма Ибин Абиджахиль со своей конницей, они выжидали, они не участвовали в битве. Сердце войск хурайшитов и мусульмане начали битву. Битва вначале шла в сторону, в пользу мусульман. Мусульмане наступали. Халид Ибин Уалид сделал несколько попыток обойти эту гору и ударить с тыла, но лучники не дали ему пройти. Халид Ибин Уалид вернулся обратно. Попробовал второй раз, ему опять закрыли дорогу, он опять вернулся. То есть тыл мусульман была защищена вот этими лучниками. Пророк Саулулли Васаля вместе со своими войсками начал наступать. Хурайшиты начали отступать. До того начали отступать, что они начали бросать все свое оружие, все, что у них было. А у них было очень многое. Только 700 верблюдов было. 200 лошадей было, не считая всего остального оружия, обмундирования. Они начали это все бросать и убегать. Халид Ибин Уалид никуда не уходит, он выжидает. Когда начали мусульмане наступать, те, которые отступали, бросали свои вещи, мусульмане начали потихонечку собирать трофеи. Те, которые здесь стояли, начали говорить друг другу. Им-то все видно, все как на ладони. Все собирают трофеи, а они здесь стоят. И они начали друг другу говорить. Сейчас мы останемся без ничего. Все соберут, а нам ничего не достанется. Все уже предрешено. Победа за нами. Хурайшиты убегают. Что нам здесь стоять? Абдулла Ибин Жубейр напомнил им слова пророка Саула Льва Салям. Но они стояли на своем. Какой толк здесь стоять? Мы уже победили. Победа за нами. Давайте лучше собирать трофеи. Сейчас без ничего останемся. И основная часть вот этих лучников, 40 человек из этих 50, они начали спускаться с этой горы, оставили свое место и спустились собирать трофеи. Халид Ибин Валид, который за этим всем наблюдал, он сделал очередную попытку. Лучники уже 10 человек его остановить не смогли. Халид Ибин Валид всех их перебил и ударил с тыла. Когда он ударил с тыла, мусульмане не поняли, что происходит. Они вроде бы побеждали, а тут еще и войска хурайшитов во главе с Халид Ибин Валидом. Они начали убегать туда-сюда. Хурайшиты, которые убегали, когда поняли, что Халид Ибин Валид зашел с тыла, они тоже вернулись, и мусульмане оказались между двумя вражескими войсками, между тисками. И в этой суматохе, кто убегает, кто пытается защищать, в этой суматохе пали очень много сподвижников, 70 человек, и среди них был Мусаб Ибин Умейр, который нес флаг, и который был очень похож на пророка, Ихурайшит, который убил Мусаб Ибин Умейра, который на лицо плохо знал пророка, он подумал, что он убил пророка Мухаммада, и начал кричать, что он убил Мухаммада. И эта новость была очередным ударом для мусульман. Зачем тогда нам здесь воевать? За что? Если пророк Мухаммад умер, то нам здесь нечего делать, и начали убегать. Дошло до того, что некоторые из них дошли аж до Медины. Пророк Саололи Васалям в это время защищался. Вокруг него сподвижники собрались, которые поняли, что он, увидели, что он не умер, он жив. Собрались вокруг него, защищали. Но победить, вернуть вот ту победу, с которого началась битва, уже была невозможна. И тогда пророк Саололи Васалям вместе со своими войсками, которые уже потихонечку собрались вокруг него, они ушли в ущелье. Это уже за мечетью ушли в ущелье. В этой битве мусульмане потеряли 70 человек. Среди них и Хамза, дядя пророка Саололи Васалям. Есть очень много историй, которые распространяются и в книжках, и везде, и в истории, что это было, как бы, современным языком заказное убийство Хинде, супруга Абу Суфьяна. Но это все недостоверно. Нет достоверной информации, что это был ее заказ. И то, что она нашла труп Хамзы, вырвал печень и кусала печень, даже глотнула кусок печени Хамзы, все это недостоверно. Это все шиитские сказки, которые подсунуты нашей историей. Даже историки говорят, что Хинд, жена Абу Суфьяна, к этому вообще никакого отношения не имеет ни с далека, ни с близости. То есть, шииты это придумали из-за ненависти к Амиядам. Почему? Потому что она является матерью Муауя, и венави Суфьян. То есть, халифа, который в свое время установил порядок, который расширил халифа и тому подобное. Эта битва я сократил как мог. Это основные моменты. Там много маленьких событий, которые показывают, насколько подвижники готовы были отдать свою жизнь, чтобы сохранить жизнь пророка Саула, как они своей грудью, своими телами защищали пророка Саула, и не только мужчины, но и женщина, умурумана, которая пришла сюда, чтобы помогать мусульманам, чтобы поить, лечить их раненых, но она взяла в руку оружие и защищала пророка Саула, то есть женщина, насколько она может, она должна, она и в истории, все это доказано, что делает все, чтобы защищать, развивать ислам. То есть она всегда рядом, она в тени своего мужа, отца, брата. Самый главный урок, который мы должны взять из этой истории, а мы для этого и пришли сюда. Историю очень красочно, можно и прочитать, и посмотреть во всех мелочах, но это займет очень большое время. Мы хотим здесь взять уроки. Первый урок это непослушная, переоценивающая свои возможности молодежь. Молодежь, которая хотела выйти и воевать с хурейшитами. Пророк Сааламу Алилсалям их послушался, вышел, дал им задание, но они опять погнали с задуньей, чтобы собрать трофеи. Опять подвели. То есть молодежь, которая должна подчинить свою силу, свой пыл, свою ревность к исламу, должна подчинить мудрому решению старших. Молодежь должна подчиняться мудростью старших. То есть этому учит нас ислам. То есть пророк Сааламу Алилсалям в своем хадисе говорит, что когда он пришел с посланием все, то есть имеется в виду взрослое поколение, старики, стали против него, а молодежь его поддержал. Молодежь это главная сила ислама, но она должна подчиняться мудростью старших. Как молодежь во время пророка Сааламу Алилсалям в основном подчинялась мудрости пророка Сааламу Алилсалям, также и мы должны подчиняться мудростью старших. Второй урок. Те сподвижники, которые вот здесь стояли, на том же месте, где и мы сейчас стоим. Я всегда настаиваю на том, чтобы мы поднялись на вершину, не только для того, чтобы мы зрительно понимали, где и что происходило, кто откуда проходил, подходил. Но я хочу, чтобы вы прочувствовали. Почему? Потому что вся наша жизнь это большой один уход. Вот эта битва при уходе, которая началась в третьем годе по хиджри, во время пророка Саалу Алилсалям, она ни на минуту не останавливалась. каждый момент нашей жизни это момент, страничка, это момент из ухода. Каждый раз мы переживаем эту битву. Когда перед нами встает вопрос подчиниться Саалу Алилсалям или перейти через него, мы являемся лучниками. пророк Мухаммад Саалу Алилсалям установил свой шариат. Она уже готовая, ничего не дополнять, не убавлять не надо. Это войска, которые здесь стоят. Войска, которые пришли с ним бороться, тогдашние курайшиты, они исчастома. Враг ислама всегда готов. И Халит Ибин Уалит со своей конницей, Халит Ибин Уалит принял ислам, умер как настоящий муслим. Но есть другие, которые со своей конницей выжидают, когда мы дадим слабинку. То есть мы, те, которые пришли за пророком Саалу Али Ассалям, которые родились после него, мы все являемся лучниками. Лучниками на этой горе. Вот эта гора является нашей жизнью, а мы на нем лучники. И мы решаем, кем мы являемся на самом деле. Тем, которые спустились за трофеями, или те, которые остались здесь стоять, до последней секунды отдали свою жизнь ради ислама. Кто мы? Когда мы говорим про сподвижников, которые спустились туда, они все в раю. Аллах им всем простил, но все остальные, которые пришли за нами, в первую очередь мы, если мы оставим свое место и спустимся собирать трофеи, один Аллах знает, проститься нам это или не проститься. Каждый раз, когда стоит вопрос подчиниться на шариату или нет, мы являемся этими лучниками, которые выбирают, делают для себя решение спуститься или нет. Вот это главный урок из этого, из нашего посещения, чтобы мы для себя, тем более последний день нашего пребывания, мы закрываем для себя одну большую страницу. Мы совершили хадж, мы приехали сюда, мы прежде чем прийти сюда, сказали про Аллаху субхану таля, я перед тобой, перед тобой, исполнять все твои повеления. И мы завершаем наш этот путь на этой горе, чтобы очередной раз подчеркнуть, чтобы поставить точку для себя, кем я на самом деле являюсь, лучником, который будет стоять вместе с Абдулла и станет здесь шахидом или тот, который спустился. История не запомнила, не передала для нас, до нас имена тех, которые спустились. Мы их не знаем. Мы знаем только, что их было 40 человек. Почему? Чтобы в наших сердцах не было ничего отрицательного или плохого по отношению к ним, потому что Аллах им простил. А наши имена, наши имена где будут записаны? Среди тех, которые отступили от своей религии или те, которые устояли и остались до конца? Мы сегодня ночью уезжаем, но наша жизнь, наша гора, гора лучников, она всегда с нами. И только нам решать, кем мы дальше будем жить. У нас третьего выбора нету. Мы лучники в этой жизни. И будем должны для себя сделать решение. Лучники, которые остались до конца, послушались пророка Саула ли вася лям, они не отступили, не спустились, или те, которые оставили свои места. Каждый из нас делает для себя свое решение. Каждый для себя отвечает на вопрос, кем он является. Поэтому я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах утвердил наши сердца, утвердил наши стопы на этом деле, чтобы мы никогда эту вершину в своих делах никогда не покидали. Чтобы мы всегда оставались теми, которые устояли на этой вершине и не отступили. Дай Аллах, чтобы Аллах дал нам эту силу имана, дал нам этот разум, чтобы мы запомнили эту гору навсегда и несли его по всей своей жизни, своих делах. Барак Аллаху, фигу, мне запомнили все.